страшно так друзья приветствую всех как видно как слышно игорь привет так вячеслав привет вячеслав ты пишешь на запись ставишь или ты больше технически не можешь писать я что-то в прошлый раз не понял ты сказал что не получается писать это был один раз или ты запись больше давать не будешь как у тебя дела пишет на ну отлично то все уже привыкли ждут уже твоих записей честно говоря я привык что я не перископов скую а уже твою запись выкладываю фейсбук поэтому скажем так когда тебя в строю нет уже уже чего-то не хватает так ну все друзья 25 апреля 2018 года соответственно мы с вами продолжаем наши встречи именно в рамках проекта skyway и отслеживать дальнейшее его развитие значит со следующей недели скорее всего у нас начнется уже отчет от времени к по экофесту то есть когда определится уже точно дата и проведение то есть скорее всего 4 или 11 августа вот дальше будет опять же это предварительные пока будет понятно следующей неделе я сегодня ввиду один вебинар у нас алексей на месте но к сожалению с тем графиком и интенсивностью работы что даже его скажем такой молодой 32-летний организм это дает сбои и к сожалению тут немного приболел поэтому попросил ну скажем так по обоюдному согласию сегодня я буду проводить один вебинар но у нас взаимозаменяемость когда меня нет он проводит но когда есть возможность вдвоем на следующей неделе в среду следите за объявлением мы будем в это время скорее всего с алексеем либо в абу-даби либо в дубае на переговорах если получится то мы вебинар проведем если нет то дадим репортаж из перископа в одном этой и соответственно время вебинара его выложим то есть тоже пока сказать невозможно потому что все течет все меняется с огромнейшей скоростью интенсивность работы просто колоссальная мы в пятницу с алексеем вылетаем в минск раз уже на работку многих вопросов именно с платформой уже запуском из оцифровкой то есть подготовка уже именно токенизации проекта и соответственно после этого летаем партнером уже бывает текущая работа вот который сейчас есть это то что я могу со своей стороны сказать то что касается именно платформы то что касается токенизации то что касается сейчас запуска нового направления все что связано то что связано с именно с бизнес процессами по проектам то что сейчас идет это вопросы друзья мы не ко мне мы ждем официального заявления то что будет от руководителя проекта инженера юницкого поэтому здесь друзья именно уже связаны с построением бизнес-процесса здесь все открывать ни в коем случае нельзя потому что очень много сегодня уже интересов увязано и соответственно пересекается различных проект поэтому друзья здесь уже относитесь к этому с пониманием спокойно что у нас с вами самое главное это четкое представление о том что проект идет проект развивается и соответственно мы с вами в нужное время и в нужном месте поэтому пожелаем тут не сказать что алексей тут сильно заболел нет это такие просто друзья связано с перенапряжением именно нервным перенапряжением с колоссальными нагрузками нервными нагрузками с умственными нагрузками потому что друзья я могу сказать что тот объем работы который представил приходится сейчас делать вот именно командой которых мы с алексеем собрали она конечно очень и очень высокая и я думаю что ближайшее время вы увидите и результаты и того что мы делаем тут это вячеслав я сразу тебе так сказать мы же с тобой одно время даже в перепалке были что до нового года мы успеем запустить платформу будет оборот уже там свободных обязательств или нету и реально говорил что был шанс декабре нам это закончить но друзья я могу сказать что тот пласт работ и тот горизонт который открывается и мы соответственно расширяя задачи которые сегодня перед нами стоят конечно если бы мы имели представление год назад по сложности задач которые нам предстоит решать я даже друзья не знаю хватило бы у нас духу двинуться хватило бы у нас сил начать эту работу и именно скажем так взять на себя ответственность или и перед сообществом нашим которым мы задекларировали и перед лично она только общим юницким я бы честно могу сказать друзья не знаю сейчас конечно когда многое уже пройдено когда сейчас уже понятно уже есть четкие представления и сейчас уже идет и тестирование блокчейна и уже поднятие нодов и выстраивание уже взаимодействие в приложении которое мы готовим друзья это конечно могу сказать колоссальнейшая работа и что самое главное друзья мы все что сегодня делаем мы делаем впервые и не только в проекте skyway когда создается инновационная транспортная технология из-за рождения шестого технологического клада то есть с точки зрения уже именно научных горизонтов мы делаем передовые шаги но и друзья все что связано сегодня с сферой блокчейна все что мы делаем друзья это все впервые и сегодня увязка уже процесса токенизации именно привязка сквозного учета в едином экономическом проекте после построения сети транснет друзья это конечно тоже задача которая настолько архив скажем сложная и сегодня когда мы четко говорим что мы то есть алексей будет всегда это говорит скажем более подробно его скажем такая сфера но то что сегодня мы вплотную подошли уже к выстраиванию единого пространства единого процесса и уже построение именно атомарных транзакций увязанных их единым расчетным инструментом это конечно друзья то что еще не удавалось сделать никому но справедливости ради могу сказать что никто еще такой задачи и не ставил потому что мы сегодня уже ставим вопрос о цифровке и токенизации бизнес-планов реальных проектов увязки этих проектов единый сквозной учетный инструмент отслеживание единых единый системы капитализации системы расчетов внутри друзья это уже то что сегодня мы говорили приступили к построению сети адресных проектов вот сегодня это уже связывается мы реально можем сказать друзья с вами что мы транснет с вами строим и как невозможно было говорить о построении транснета без технологии skyway без инженерных решений которые сегодня дает инженерная школа юницкого точно также можно сказать что транснет невозможно строить без блокчейна без токенизации без единого системы учета и мы сегодня естественно свели воедино эти процессы получается именно синергия этих двух процессов и сегодня уже можно четко говорить что строится транснет что мы видим уже очертания контура и те разрозненные адресные проекты которые сегодня отрабатываются они все сводятся в единую сеть и мы друзья с вами сегодня четко уже можем и декларировать и осознавать что мы строим сеть транснет и строить skyway спасай планету это решение тех задач которые мы ставили с точки зрения глобальных и экологических и технических инженерных и социальных которые сегодня окружают нас мы говорим что технология решает эти вопросы сейчас идет построение сети и когда строй skyway спасай планету дай дорогу в мир транснету когда мы говорили что это наш он сегодня мы подошли к тому что реально создаем и наша технология юнайт то есть когда технология объединяет это тоже становится реально и здесь друзья мы с вами подошли уже к следующему этапу следующему шагу и то что сегодня происходит смена дисконта когда мы переходим с 10 сразу на 12 этап друзья это как раз отображение того что проект развивается что команда которая сегодня ведет skyway она берет на себя обязательно в следующем 12 этапе будут сделаны определенные шаги и мы по завершению этапа отчитаемся и покажем вам что что сделано это значит останется 4 этапа до того когда технология уже начнет развиваться двигаться и капитализировать ту интеллектуальную собственность куда мы с вами собственно друзья и инвестируем и суть проекта skyway как раз в этом и заключается венчурность друзья от этого нисколько не уходит как бы мы это не хотели то есть в боевом листке как раз мы с леонидом отрабатывали все что я друзья упоминаю вы заметили уже что мы перестали демонстрировать определенные ролики дело мы делаем ссылки на них потому что все ресурсы идут по чатам а потом уже кого есть желание или настроение вы можете просматривать наш боевой листок skyway и видеть там все ссылки на фотографии на ролики на репортажи которые мы упоминаем соответственно вебинар и это дальше уже будет ну скажем такой рабочий материал мы его переводим на сейчас 11 языков и соответственно тем самым мы ушли сейчас от вебинаров для наших западных европейских и не только европейских но практически во всем мире партнеров на кого мы вели вещали наши вебинары поэтому это технологически скажем так более на наш взгляд сегодня информационно более значимые те процессы которые мы идем потому что вебинары когда мы пробовали вести в пяти и восьми комнатах одновременно в онлайне из-за несовершенства работы мерополиса или там синхронизации с youtube мы не смогли добиться чтобы технически мы шли вели вебинары на одну сначала 5 потом предполагали 11 языков мы отказались от этой идеи но выработали очень эффективный вот этот вот листок который переводится и доносит основную информацию который поэтому друзья сегодня 25 апреля очень важная дата это смена дисконта и переход на новый этап то есть а смена это естественный процесс сопровождающий развитие венчурного проекта сегодня можно говорить о том что пройдено уже 11 этапов из 15 которые мы говорили мы сегодня перешли на те цели и задачи которые стоят двенадцатом этапе то есть мы во всех ресурсах и давали отчет о том что проделано за предыдущие 10 а теперь уже 11 этапов и соответственно с вами экофест который будет в августе 18 года мы подойдем уже с теми текущими задачами которые мы с вами сейчас решаем поэтому друзья это сопровождается существенным я не буду сейчас вам точно называть цифры они все будут в личном кабинете но по той предварительной информации которую мы доводили которую мы готовили вас что смена дисконта будет практически на 50 процентов то есть это говорит о том что сегодня для тех кто вошел на стадии до 12 этапа имел очень существенные привилегии чем но друзья это не в коем случае и вот мне сейчас очень много пишут что вот можно ли вернуть мы там не успели друзья все равно то привлекательность проекта с точки зрения инвестиции с точки зрения венчурности она все равно остается крайне и крайне высокой это даже те дисконты которые сейчас будут помоги ставят все равно друзья очень высокие с точки зрения рискованности и с точки зрения привлекательности конечно друзья это нельзя сравнить с теми рассрочками которые мы отработали за март-апрель когда можно было продлить 1 600 исконта или там кто зашел чуть позже один 400 друзья это конечно крайне были привлекательные условия и мы говорим что таких повторений уже не будет но тем не менее когда вы работаете с теми кто входит в проект то сейчас у вас друзья стадия другая конечно это не те возможности которые были у наших многих кого я знаю с кем я общаюсь так чабо жалуются до сих пор не переводят боевой листок в капитал так чем сейчас разберемся уточнем уточним по идее все должно идти как бы это самое сейчас уточним то что я в полной уверенности что боевой листок переводится извиняю если какой-то сбой в этой работе чабо обязательно сейчас тут про индивиды спрашивать 20 сейчас расскажем все что касается последних известий поэтому друзья тем кто приходят сейчас надо прям четко и доступно чтобы вы могли объяснить друзья что разве можно сравнить риски сегодняшнего дня с теми рисками которые взял на себя там я любого из вас могу назвать там и вячеслав коль и игорь хальзов там и володя из владивостока то есть я всех из вас всех вас знаю уже лично многих николай брюхов который пишет из челябинска сам на самом деле живет в нью-йорке вот поэтому друзья те риски которые были в четырнадцатом году это команда которая собралась пришла и поверила и мы с вами дошли до сегодняшних переговоров сегодняшние друзья это конечно небо и земля поэтому тут мы говорим что друзья извините тот риск который взяли на себя партнеры и инвесторы четырнадцатом году он не соизмерим но сегодня та премия которая устанавливается она все равно крайне высокая поэтому друзья приходите сегодня вы все равно будете иметь очень достойные венчурное вознаграждение которое сегодня берет на себя компания дальше друзья опять же сейчас очень много задают вопросов а что как дальше будут меняться этапы когда говорили чтобы может быть смена или даже закрытие обходов корневой друзья мы сейчас живем настолько настолько живем быстро меняющимся мире что может в этом мире быть все и исключаю или я не исключаю то есть опять же я очень сейчас корректно отношусь к словам чтобы что я могу я не могу исключить и вполне может быть что мы с вами после экофеста станем свидетелями закрытия корневую что это будет означать это будет означать стремительную капитализацию стремительный рост тех ценно обязательств которые мы с вами владеем потому что проект выходит на самофинансирование нас с вами сегодня сопровождают процессы формирования бизнес структур которые идут уже по всему тут много задают вопросов а в индию как ведется что ведется друзья вы же понимаете здесь я могу сказать что тут игорь много раз задал вопрос что в индии поверьте мне в индии все хорошо и в индонезии все хорошо и в арабских эмиратах то что сейчас идет и переговоры которые сегодня идут и в швейцарии и в аргентине и боливии друзья просто многие сейчас бизнес-процессы открывать нельзя все мы подошли к той стадии когда каждое слово и даже на этом вебинаре из 282 людей друзья не все сегодня наши друзья не все наши партнеры и соответственно каждое слово которое сегодня есть она конечном итоге или в одну операцию пытается развернуться против нас и в этом плане вы заметили что юницкий вообще сейчас исключил вопрос даже с тем с встречается и поверьте мне ту информацию который я владею это что я сейчас знаю это всегда находится на грани что что знаю и что можно сказать и мы друзья к этому подходим вам абсолютно сознательно и мы говорим друзья относитесь к этому как угодно кто понимает тот относится к этому осознанно и говорит что да это правильно кто не понимает друзья это скажем так это это сегодняшняя реаль и к к фесту то что сегодня обозначается мы с вами говорим что мы увидим с вами очень много интересных вещей которые сейчас декларируются какие-то вещи будут сюрпризами и сюрпризами друзья и для вас как партнеров и соответственно участников проекта и сюрпризом для наших конкурентов для тех кто увидит реально что на какой мы стадии находимся и естественно что к фест в этом плане это главное событие потому что это первое это встреча всех партнеров и соответственно отчет перед инвесторами что сделано кстати и дальше это планы на будущее род хук ну друзья хорошо что вы помните род хук это выдающиеся наши сейчас скайвеевец он активно работает там активно в австралии ведется работа но я могу сказать что одно время австралия была лидером у нас то есть она активно развивалась и мы предполагали что там пойдут первые адресные проекты сейчас можно четко уже говорить и это абсолютно скорее всего но это абсолютная уже сегодня на мой взгляд действительность что первые адресные проекты пойдут не в австралии но пойдут ли они там обязательно эту работу который делает род хук она конечно так в принципе осталось показать высокоскоростную трассу анатолий говорит нет друзья высокоскоростная друзья вот давайте сейчас уже из динамики показать высокоскоростной и что и все это друзья показ высокоскоростной это один из этапов когда мы с вами запустили проект skyway в четырнадцатом году и начали говорить что сначала мы покажем низкоскоростной индивидуальную юнибайк мы его показали на иной транс и юнибайк юнибус и потом приступили к испытаниям потом провели сертификацию сейчас это россия беларусь и сейчас сертификация распространяется и готовится уже по всему миру это друзьям этап дальше показали легкую грузовую потом элементы уже высокопроизводительность грузовой трассы на этой неделе михаил кириченко уже показывал трассу которая заканчивается монтаж уже восьмерки то есть полного цикла погрузки-разгрузки высокопроизводительной на 200 миллионов тонн то есть это два трассе транссиба трассы высокоскоростной так ферма которая сегодня стоит несет в себе элементы и низкоскоростной городской грузовой по весном варианте и контейнером юниконта на весном варианте и сейчас это же ферма является опытным участком для высокоскоростного и модуль плане который предполагается показать на и на трансе он низкоскоростные испытания и первые свои ходовые испытания будет проводить на ферме который уже существует то есть этот процесс идет поэтому следующим этапом да друзья мы декларируем что мы сначала покажем на и на трансе высокоскоростной модуль который уже планируется на скорости 500 600 километров в час дальше начнутся ходовые низко его скоростные потом по мере строительства участка сначала 35 потом 25 километра значит скорость будет увеличиваться и мы дойдем до декларируемых скоростей 500 тире 600 почему я сейчас говорю эту вилку потому что расчетная скорость может быть и выше 500 километров в час но все-таки предел юницкий говорит что не больше 600 потом резко начнут увеличиваться затраты связанные с аэродинамикой но друзья если вы хотите сказать это предел и это все не следующим этапом который юницкий уже декларировал горел что сегодня в проекте уже есть следующие скорости это уже скорости 1250 километров в час и следующим этапом как только будет запущен и уже начнется эксплуатация скорости сначала сертификация потом эксплуатация скорости 1500 600 километров в час следующий начнется уже проектирование и строительство опытных участков и подготовка же к стык скорости 1200 километров в час 1250 причем с очень низкими энергозатратами это то что сегодня декларирует и сразу пытается сделать илон маск мы к этому идем постепенно и у нас это будет единая комплексная система что и будет фар вакуумная труба и скорость в этой же эстакаде и скорость 500 600 километров в час на навесном варианте и вариант это 150 километров в час и пассажирская грузовая уже в подвесном варианте это друзья все элементы skyway и сегодня то что строится и проектируется в любых уголках сегодня земли это все увязывается и мы с вами с вами строим единую сеть транснет это информационный энергетический транспортный коммуникатор который в себе объединяет все виды предоставляемых услуг поэтому здесь друзья когда греш осталось нам что-то показать и все нет друзья если вы думаете что следующим этапом когда будет уже построена фар вакуумная труба это будут шлюзовые камеры камеры то есть это перспективе там 35 лет и на этом вы скажете так сказать ну все и на этом закончены не друзья будет следующий этап будет так как мы сегодня уже и проработали и заложили концепции мобильности весь транспортный мир сегодня бьется на так на транспортной концепции 40 она у нас уже реализована и не байк и унибус это транспортные андроиды это роботы которые сегодня уже в юне сегодня в экотехнопарке демонстрируют перевозку безопасную экологическую на возобновляемых источниках энергии с управлением роботами то есть то что сегодня транспортный мир только подходит и пытается реализовать мы вам говорили что сегодня заложена следующая транспортная концепция это мобильность 5.0 когда вы перемещаясь в юнибайки будете там заниматься спортом работать на компьютере общаться спать и так далее то есть это мобильность 5.0 когда много процессов которые вы сегодня делаете одновременно можно делать во время движения и очень комфортно об этом транспортная сегодня наука или транспортный мир даже не задумывается а мобильности 5.0 у нас она уже реализована уже сегодня в юнибайке можно крутить педали заниматься спортом вырабатывать электроэнергию на которой еще и двигаться то есть это еще и экология то есть когда вы получая сегодня физическую активность гиподинамия сегодня друзья это один из бичей сегодняшней цивилизации и она убивает людей не меньше чем рак чем это плохая экология плохие продукты нехватка движения сегодня это такая же сегодня проблема техногенной цивилизации которые подошли и мы эту проблему решаем на грим друзья мы с вами движемся безопасно экологично не нарушая баланс природе еще и сами занимаемся спортом и вырабатываем электроэнергию экологически чистую и здесь друзья юнитский очень интересную цифру приводит и я прошу ее тоже относиться с пониманием что когда придет время и миллиард человек будет одновременно ехать на не байке хотя бы час день крутить педали для того чтобы заниматься спортом и на этой энергию ехать так вот друзья сегодня чтобы перевозить миллиард человек 47 атомных станций типа чернобыльская с должны вырабатывать такое количество энергии представьте эту цифру а мы будем с вами друзья ездить на чистой энергии сами получать порт и при этом не будем загрязнять вот что такое skyway и когда я произношу друзья слова что мы с вами создаем идеальный вид транспорта то он идеален в том плане что он убирает все проблемы которые сегодня есть и соответственно даже решает те балансы дисбалансы которые нам достались техногенной цивилизации поэтому друзья мы сегодня активнейшим образом этом идет но следующий вопрос когда мне задают транспортники ну уж уж вы такие умные 50 а что дальше грим друзья у нас готова концепция 60 мобильности если 50 это сегодня мгновенное перемещение когда мы занимаясь еще необходимыми для нас делами как я уже говорил работаем на персональном компьютере которые устанавливаются в нашем юнибайке создаем персональное пространство юнибайк это новое понятие которое мы ввели это unite model personal space то есть это объединенное индивидуальное пространство то есть model personal space который оборудована под вас а там идеальная атмосфера под вас настроена там стоит ваш компьютер аудио-видео система кресло которое занимается вы много раз об этом с вами говорили и при этом еще вы перемещаетесь со скоростью 150 километров в час это самостоятельная скоростью не байка который сегодня может обеспечить мобильность 50 то есть занимаясь определенным процессом необходимым для жизни вы еще и можете перемещаться это 50 есть вопрос а что такое 60 друзья 60 это уже когда происходит конвертация скорости мы вели такое понятие транспортные конвертеры это наши станции где вы подъезжая на юнибайке от своего личного дома отцепляя мобильный блок можете уже по системе кенгуру вставать высокоскоростной и вы уже в своем купе в своем юнибайке со скоростью 500 километров в час перемещаетесь париж а там цепляетесь опять к мобильному блоку таким образом происходит следующая трансформация что вы находясь в своем юнибайке давая своему персональному менеджер мессенджер который управляется с голосом который живет в вашем юнибайке мои дети особенно это любят но это по аналогии сири которая сегодня есть в айфоне по аналогии бацан который сегодня создает супер искусственный интеллект айбиэм кто у нас еще создает google я не помню как называется персонально у нас этот персональный голосовой мессенджер которым вы будете общаться с информационным полем будет называться юник тоже мои дети очень любят и говорят что мы уже хотим наш винибайк которым будет жить юник то есть по сути дела который будет управляться так вот друзья следующий момент 60 это транс это трансформация скорости когда вы находясь в своем юнибайке особенно тролли это любят там на с джакузи в париж еще так сказать я сейчас подойдут я вам скажу еще более интересную вещь чтобы вы тролли и ну я так сказать немножко повеселились вот а мы ставим это в реальность когда вы находясь в своем винибайке занимаясь своим делом работой на компьютере на сверх мощном компьютере потому что вы не ограничены по весу у вас может быть любой мощности компьютер и вы сразу перемещаетесь по путевой структуре внутри которых оптиковое локно которое передает с огромной скоростью информацию так вот таким образом когда вы перемещаетесь в париж то вы меняете скорость и ваш юнибайк уже становясь купе в соответственно скоростном юнилете перемещается со скоростью 500 километров в час причем эта трансформация происходит автоматически вы в этом не участвуете вам все равно что происходит едете вы на юнибайке своей скоростью то есть на своем легком величиной с 1 айфон как сказал юницкий путевой структуре или вы стоите купе и перемещаетесь со скоростью 600 километров в час в париж думаете это предел нет друзья следующий этап когда мы с вами придем скорости 1250 километров в час значит соответственно вы уже переходите в следующую стадию но это все мобильность 6.0 то есть у вас уже в конвертере может происходить конвертация скорости друзья еще раз повторю это это слово это транспортный конвертер это наши пересадочные станции где вы можете первое прийти пешком сесть и не байк подняться на эскалаторе сесть и не байк в юни байке перейти на в юни лед как купе в автоматическом режиме передвигаться со скоростью 500 километров в час дальше через за станции соответственно шлюзование можете переходить в следующую стадию друзья это игры то что уже проектируется то что будет в определенной перспективе 35 лет для кого-то это фантастика друзья для нас это дорожная карта значит соответствие следующий стан скорбь конвертация скорости это 150 километров в час 1250 километров в час соответственно вы уже можете нашему николаю брюхову который живет в нью-йорке соответственно давать юнику команду что уже хочу не в париж через два часа хочу в нью-йорк соответственно придет время когда транснет будет развиваться соответственно вы будете уже ездить николай брюхову со скоростью 1250 километров в час это друзья следующий но это все мобильность 6.0 соответственно в нью-йорке цепляясь к легкой трассе путевой структуры величиной с один с два айфона вы уже в своем юни байки перемещаетесь нью-йорку если вам надо гостиницы если нет вы можете в нем спать потому что трансформация кресла позволяет нем комфортно еще и жить и при этом при необходимости можете у юника заказывать пиццу он будет связываться с ближайшей пиццерии или там это и вы будете в автоматическом режиме получать а система блокчейна которая будет работать на нашем юте то есть едином объединенном токене она все будет производить в этот момент расчет и здесь я друзья для того чтобы это подведя и задавал вопрос то есть мы создаем эту идеальную систему мы создаем транснет и транснет оформиться тогда когда вы из любой точки земли в любую точку земли можете перемещаться не вставая со своего рабочего кресла любит очень чтобы еще ходить пешком я говорю ну можно обязательно то есть вы приезжаете на природу можно там походить пешком вот и при этом еще крутя педали и или как наш адриан комоция наш такой первый уже спортивный джедай skyway разрабатывает систему тренажер тренажеры которые будут не не байки вы можете заниматься спортом вот и это друзья как раз для троллей эту всю систему рассказывала если у вас там позволяет количество youtube который вы зарабатываете то есть если у вас активный бизнес либо вы изначально являетесь акционером и у вас не то что бесплатный проект с развитием транснета вы получаете дивиденды вы можете перемещаться не vuma-байки которые это минимальное пространство вы можете перемещаться в юнибусе который может быть либо 14 местным либо персональным вы можете перемещаться юникаре который сейчас 3 секционный а может быть 7 секционный соответствовав с в одной секции может быть джакузи другой секции ваша гардеробная 3 секции там тренажерный зал 4 этот друзья все в зависимости уже От тех возможностей, естественно, что платить за такой проезд юнибайка или юникара будет дороже, но это, друзья, как раз дифференциация всегда есть, кто может летать сегодня персональными самолетами, поэтому это тоже, друзья, та услуга, которая будет доступна всем. Поэтому весь вопрос, что на этом останавливается горизонт развития Skyway и Transnet, то есть интернет переходит в сеть Transnet, потому что он внутри, нам не нужны спутники, нам не нужны эти мощные ретрансляторы, вся передача сигнала, всей информации, включая то, что у нас сегодня идет по системе блокчейн, все находится внутри наших рельсов, которые являются сетью Transnet. Следующий момент, друзья, а то, что я очень люблю и то, что мы сегодня говорим, а на этом заканчивается предел и на этом, что вся наша технологическая инженерная школа закончилась по развитию, нет, друзья, то, что Юницкий, с чего начал 40 лет назад, в 89-м году он опубликовал монографию, в которой показал, что есть сегодня возможность неракетного освоения космоса, и вообще он начал свою инженерную деятельность именно с разработки концепта неракетного освоения, то есть создания общепланетарной транспортной системы, которая позволяет выводить одним рейсом десятки миллионов тонн на орбиту. И потом обратным счетом, друзья, кто еще этого не знал и не слышал, полистайте его монографию, все эти документы на сайте юницкого, юницкий.ком есть, все, что я говорю, друзья, это информация, открытая уже десятки лет. Соответственно, обратным счетом он пришел к построению Skyway, это как упрощенная эстакада, а сегодня, друзья, по развитию сначала низкоскоростная, потом высокоскоростная, потом гиперскоростная, гиперскоростная, друзья, это уже с применением форвакуумной трубы, здесь я вам объяснять, что такое не буду, почитайте Илона Маска, он идеально уже по всему миру провел пиар, у нас будет все то же самое, только, наверное, в 20 раз дешевле, и не одна будет труба, где будет перемещаться, а у нас будет система, по которой будет и скорость 1200 км в час, и скорость 600 сверху, и скорость 150 внизу, и все через транспортный конвертер это будет меняться, и все это, еще раз говорю, это примерно 6 в 1, плюс интернет, и оптиковолокно, и энергетика, и все это примерно в 20 раз дешевле, поэтому здесь у нас с Илоном Маском нет никаких противоречий, Так вот, друзья, форвакуумная труба и отработка шлюзования, это уже космические технологии, это то, что позволяет уже говорить о создании следующей системы ОТС, когда будет расширяющееся кольцо, уходите в космос, и таким образом, друзья, 7.0 мобильность, это я для наших транспортников, которые уже просто теряются от такого количества перспектив, которые мы рисуем, это когда вы в своем юнибайке, который герметичный, который, естественно, специально подготовлен, вы можете еще и через систему транспортного конвертера уже ехать не в Нью-Йорк, а ехать на орбиту, а при желании на Луну. Вот это, друзья, как раз вот я, господа, тролли, это я вам специально даю информацию, можете вот это затроллить, что Skyway, что инженерная школа Юницкого сегодня договорилась до того, что в юнибайке можно не только за 3 часа, или там за 4 часа попасть из Москвы в Нью-Йорк, вот, но еще и приехать, соответственно, на орбиту, а при желании на Луну. Дальше можно двигаться еще дальше, но пока, друзья, на этом мы остановимся, и мы говорим, что на ближайшие 10-15 лет у нас перспектива это есть, и самое главное, что шаг за шагом эту дорожную карту мы сегодня отделаем. И за каждым шагом, который я сегодня говорю, это не пустые слова, это уже инженерные решения. На все это есть проработка и на юнибайке, и на ОТС, и сегодня проведена интеллектуальная, оценка интеллектуальной собственности и Skyway, и, соответственно, уже Spaceway. И здесь, друзья, мы не одиноки, об этом сегодня говорят все ведущие компании, все ведущие бизнесмены. Илон Маск уже говорит о программе освоения космоса и многоразовых ракет. Руководство Базиса сегодня говорит о том, что все производство, вредное для Земли, надо выводить на околоземную орбиту. Американцы давно уже ведут концепт о создании лунных колоний для того, чтобы вредное производство, которое для экологии на Земле вести там. Все это, друзья, то, что называется мировым трендом. И мы здесь не говорим ничего нового, но, с другой стороны, мы говорим свое. Это тоже надо, шанс в этом году видеть скоростной юнилит в движении по трассе. Алекс, еще раз, Алекс, если вы слушаете сейчас, то я говорил, что у нас есть определенная логика методики работы. В 2016 году на Инотрансе показали юнибайк, юнибус. В конце года он встал на ходовые испытания сначала первые, вы помните, он с маленькой скоростью 29 ноября проехал. Потом сегодня уже на тех трассах, которые существуют, позволяют развивать скорости более 100 км в час. Как только будет увеличено, он дойдет до расчетной скорости 150 км в час. Соответственно, в этом году на Инотрансе будет показан юнилит. До конца года он, скорее всего, начнет первые, либо начало следующего года низкоскоростные испытания, потому что надо сначала обкатать и понять, как работает ходовая система, то есть низкие скорости. На той эстакаде, которая есть, по мере того, как будет строиться за следующий год скоростная продолжительная трасса, выйдет на скорость, о которой мы говорили, сначала 200, потом 500, потом 300, потом 500 км в час. Поэтому все степ-бай-степ. Поэтому в этом году, как и говорили, мы увидим уже элементы скоростной системы. На следующий год мы с вами увидим ее в действии. Это 100%. Поэтому, друзья, я могу сказать, что зачем сейчас вот эту всю логику я вам рассказал и показал. Потому что нельзя что-то вырывать, когда вопрос, а когда вы покажете высокопроизводительную, и у вас все пойдет. А когда вы покажете высокоскоростную, и тогда это будет окончание. Друзья, я вам сказал, что это процесс, который идет весь параллельно. И это не значит, что ущерб делается одному или другому. Еще раз повторюсь, на этой неделе Михаил Кириченко, в конце прошлой недели, Михаил Кириченко уже показывал интервью, где готовятся к запуску реально уже ходовые испытания высокопроизводительной транспортной системы, которая делает полностью переворот именно в транспортировке сыпучих грузов с производительностью 2-3. Транссиба, то есть то, что сегодня больше делает перевозка всей РЖД, которая сегодня возит через всю страну скорости, там со скоростью 11 км в час у них среди. А на наших половках нейтральных половочек нам может быть удобно. Ну, видите, Вячеслав, то, что я сейчас говорю, друзья, информация вся есть. То есть то, что я сейчас говорю в монографии Юницкий, это показал еще там 30 лет назад. Поэтому то, что сейчас, друзья, это все объединяется. Мы сегодня не зря для нашей платформы Транснет ввели такой для нее сленг и лозунг, что Technologies Unites. Друзья, это все объединяется. И мы говорим, что сегодня, что для вас интереснее, проект в Швейцарии, проект в Аргентине, проект по перевозке питьевой воды, скоростной трассы, Нью-Йорк-Лондон или там. Это, друзья, все увязывается в одну систему. И мы говорим, что и это еще не предел. Это элемент общей стратегии, которая будет своей целью ставить еще и создание общепланетарной транспортной системы. Если говорим, что интернет определился, мы сейчас создаем Транснет. Так вот, друзья, когда Транснет оформится, когда он будет полностью закончен, мы с вами приступим к созданию следующей сети, следующего поколения. Это уже седьмого технологического уклада. Мы эту сеть называем Юнет. И Юнет это не от слова Юницкий, друзья, а от слова Юнайт, объединение. Просто Юницкому повезло или нам повезло, что у Юницкого такая фамилия, которая называется Юницкий, то есть объединяющий небо. То есть, ну, друзья, бывает же такое с родителями, которые дают такие фамилии. Мне тоже в свое время родители дали фамилию Сибиряков, я родился в Сибири. Я думаю, что моя дальнейшая тоже отчасти судьба будет связана как-то с развитием Сибири, потому что таких вещей же тоже просто так, наверное, в жизни не происходит. Так вот, очень много, что в нашей жизни происходило. Я много раз приводил этот ряд, что у нас был Можайский инженер, который создавал первый самолет, Жуковский, который рассчитал подъемную силу, Циолковский Константин Эдуардович, который дал основу ракетотехники и ракетодвижения, используя закон импульса, Сикорский, который дал целое направление в авиастроении. И сейчас Юницкий, который разрабатывает новый концепт уже транспорта шестого технологического уклада, это Транснет, и седьмого технологического уклада ОТС. Это, друзья, естественное развитие той инженерной школы, которую он создал, которую сегодня развивает и которая уже показывает практические шаги. Поэтому, друзья, я почему сейчас очень смело об этом говорю. Говорить об этом четыре года назад было рано. Мы говорили, что мы создаем Транснет, мы создаем инженерную технологию. Сегодня эта технология существует, она уже обрастает производством целой школы, и сегодня идут сеть адресных проектов, которые сегодня пока единичные. Сейчас мы создаем приложение Транснет, которое поставит именно с использованием новейших информационных технологий, это уже создание автоматизированных проектов. И через год, это, кстати, вопросом, как запустить адресный проект. Друзья, ждите, нажимайте в свой личный кабинет, и вот как там появится, что входите в приложение Транснет и можете запускать адресный проект. Вот, друзья, тогда ответы на все вопросы будут там. Сегодня говорить о запуске адресных проектов немножко преждевременно. Этим занимаются специализированные отделы головной компании, и пока с адресными проектами входить рано. Они все находятся в стадии проработки. Все адресные проекты, которые мы сегодня ведем, они идут в ручном режиме, мы, друзья, пока тестируем систему. Как только она запустится, то есть мы начнем и отработаем на первых адресных проектах, которые сейчас, ну, я говорю, ведутся Швейцария, Аргентина, Арабские Эмираты, Индия, Индонезия, еще ряд стран, где это пропакает, и все идет в экспериментальном, опытном режиме, в ручном режиме. Но задача, чтобы это все вышло уже на общий такой комплексный подход, и я думаю, что за 2018 и за 2019 год мы это отработаем. И то приложение, та платформа Transnet, которую мы сейчас создали и налаживаем в работе, хотя, друзья, еще раз оговорюсь, очень непростые задачи, очень непростые решения, очень много нюансов, и все они как раз исходят из того, что мы первые, что мы на базе инновационной новой технологии еще и запускаем инновационную новую систему учетов, расчетов, оценки и так далее. Поэтому, друзья, конечно, бывают определенные и, скажем, там, сбои именно с научной точки зрения, бывают ошибки, тут нельзя, бывает человеческий фактор, когда приходят определенные специалисты, берутся за выполнение той или иной задачи, а потом оказывается, что и делают не так, и понимают не то. Это все, друзья, к сожалению, нюансы любых первопроходчиков, которые сегодня идут по инновационному пути. Но, друзья, я могу сказать, что та технологически-экономическая школа, которую создал на своих разработках Юницкий, та синергия, которая сегодня происходит при уже, скажем так, объединении с технологическими и информационными технологиями, то есть то, что сегодня дает мир интернета, мир нового информатизации и токенизации, то, что сегодня мы уже применяем в развитии Skyway, это, друзья, открытие новых горизонтов. И здесь мы с вами изначально, вам с Алексеем говорили, что развитие дальнейшего транснета без блокчейна, без птинизации невозможно. Сейчас это абсолютно уже очевидно, мы по этому пути активно идем, и сегодня пришло время говорить о том, что мы создаем уже не только транснет, а мы уже готовим следующие горизонты, которые будут называться Юнет, и все это будет объединено единым учетным инструментом, который сегодня, друзья, мы и запускаем. Поэтому сегодня то, что мы будем говорить и проводить специализированные школы, обучение, вебинары, мы все это будем рассказывать, показывать экономику, и дальше говорить о том, что, друзья, хотите, участвуйте в этом процессе, считаете рисковым, подождите это. Но, друзья, когда говорят, когда произойдет капитализация, здесь, друзья, я всегда привожу пример. Ровно 10 лет назад, с небольшими месяцами, мне предложили купить на 10 тысяч долларов биткоинов по цене 10 центов за штуку. Кто там, у кого калькулятор под рукой, посчитайте, какое это мне было сделано предложение. И это мой близкий приятель, который только узнал о технологии, подключился к этой работе и предлагал мне купить эти биткоины. Когда он мне сказал, что это альтернатива ФРС, что это электронные деньги, которые заменят доллар, друзья, я посмеялся над ним, хотя у меня в кармане лежало 10 тысяч долларов. Я мог вполне себе позволить купить такое количество биткоинов. И сегодня, как вы понимаете, я не кусаю локти, говоря о том, что у меня был шанс на сегодняшний момент стать миллиардером. Да, друзья, был такой шанс. Но то количество обязательств, акций, те возможности, которые идут сегодня в Skyway, мне говорят о том, что, друзья, я сегодня занимаюсь тем делом, которое эти возможности, наверное, мне предоставят еще раз. Будет это, не будет, это покажет только будущее, друзья. И сегодня, исходя из той динамики, которая есть, исходя из развития, я могу сказать, что в нашем проекте, в проекте Skyway, появится огромное количество и миллионеров, и миллиардеров, которые выросли на новой системе Трансмэн. Как в свое время появились герои своего времени в интернете, и люди, которые заработали очень серьезные деньги, инвестируя в новые направления, без риска, друзья, не бывает ничего. Когда интернет стал всем очевидным, и все пошли покупать акции Apple или Windows, заработать на них на том, как можно было заработать изначально, невозможно. То же самое, друзья, в этом году, после определенных событий, в Транснет ринутся все. Это станет абсолютно понятным, что чем быстрее и больше туда прийти, можно заработать. Но такой доходности, которая была у нас с вами, уже, друзья, не будет, и это абсолютно справедливо. Потому что, еще раз повторюсь, риск, который взяли на себя наши первые инвесторы, которые поверили команду, которую собрал Юницкий в 2014 году, потому что очень много я Володу Павлову вспоминаю всегда. Это наш там такой самый сегодня, я считаю, во всей Прибалтике инвестор, который сегодня настолько активно отстаивает Кайвей. Так вот, он всегда говорил, и он задавал первый вопрос, когда я проводил первую конференцию в Прибалтике. Это был июль 2014 года, когда я говорил, друзья, вы не вошейники, вы нас не обманете. И что я мог сказать, друзья, нет, мы не мошенники, мы вам это докажем. На сегодняшний момент, когда у нас количество делегаций в Эко-технопарк расписано уже на два месяца вперед, когда люди своими глазами хотят увидеть то, о чем мы говорим, и количество потенциальных адресных проектов просто выстраивается уже не десятки, не сотни, а выражаются другими числами, это, друзья, конечно. Другое дело, что сегодня дальше стоит вопрос, это подготовка и уже подтягивание производственной базы, ресурсной базы, людской базы, потому что, друзья, любой шаг, который сегодня делается, он сопряжен, конечно, с огромным количеством тех проблем, которые мешают. И та нагрузка, и та ответственность, которую сегодня на себя взвалил Юницкий, конечно, друзья, я иногда поражаюсь просто, как он открывается еще одной гранью, это именно гранью работоспособности, потому что иногда мы там уже более молодые и, казалось бы, более уверенные или сильные с точки зрения выносливости, не выдерживаем того темпа, который сегодня задает, и когда Юницкий уже стоит о том, что, ребята, мы работаем медленнее и не соответствует с той производительностью, которая сегодня требуется для развития проекта. Это, друзья, конечно, как говорится, ну, будем наращивать темпы, будем увеличивать, так сказать, производительство, к сожалению, всего 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, вот поэтому, но, друзья, будем стараться, и здесь как раз новые технологии, новые направления открывают перед нами новые возможности. Так, у нас Андрей, я так и не вижу, появился, не появился, что у нас тут, тролли хулиганят, не хулиганят, потому что из рекламного проекта в октябре 200 и не раздумал. Но это, друзья, каждый, понимаете, сегодня история о том, как, кто пришел, кто поверил, кто не поверил, это, друзья, уже остается в прошлом, потому что сегодня мы уже не тратим времени на то, чтобы доказать, что такое Skyway, что такое, вот, то есть мы определили вот свою формулу, и ее первый применил Алексей, как более такой молодой и амбициозный, когда говорит, друзья, все, кто не верит в Skyway, все, кому неинтересно, все, кто просмотрел ролик и считаете, что это ерунда, до свидания, не тратим времени, вы не тратите время на меня, я не трачу время на вас, все, до свидания. Вот, это абсолютно правильный подход, потому что что человеку обсуждать, если он говорит, я вижу, и я этому не верю, ну, значит, вот, когда будет ехать внутри и говорить, что я еду внутри, я пользуюсь этим, все равно я в это не верю, по каким-то причинам это завтра сломается, послезавтра сломается, это, друзья, не обсуждается. Второй вопрос, когда мы говорим, это идеальная система, потому что она от начала зарождения, как теоретически идеальный транспорт, до своего воплощения, является транспортом, который не имеет аналогов, если человек говорит, нет, я всегда задаю вопрос, ты можешь себе представить самолет, машину, скоростной поезд, который будет перевозить пассажиров, оказывать транспортную услугу, при этом не загрязнять окружающую среду, а сам еще вырабатывать экологически чистую электроэнергию. Не можешь? Ну, тогда до свидания. У нас это работает. Поэтому, друзья, здесь очень много сегодня факторов, к которым мы подошли, и к которым мы имеем право сказать, как тех, что мы это сделали. Конечно, мы сделали не все. Конечно, мы сделали даже не те отчасти планы, которые ставили перед собой. И корректировка в меморандуме, который мы декларировали перед нашими инвесторами, тоже произошла. То есть мы определенные этапы отодвинули, но взамен этого мы реализовали на сегодняшний момент более востребованные и более капитализируемые технологические решения. Естественно, что в 2014 году мы не могли понять и оценить тот потенциал, который будет давать нам сегодня именно блокчейн. Сейчас мы уже, естественно, проектируем все, что будет на будущее, понимаем, исходя из того потенциала, который мы сейчас наработали и делали. Но, друзья, я могу сказать, что за ту работу, которую проделал Луницкий инженерное конструкторское бюро, команда, которая собралась вокруг Скайвея, это, конечно, очень серьезная и очень большая работа. Но, друзья, это ничто, это капля в море по сравнению с той работой, которая нас ожидает впереди. Нам с вами еще предстоит реализовать и построить Транснет. Это десятки и десятки миллионов километров дорог. Это тысячи адресных проектов. Это реально просто колоссальная капитализация с точки зрения уже построения нового бизнеса. Это построение новой системы экологического расселения и освоения новых территорий. Ну и дальше, друзья, как я теперь уже сознательно довожу до вас информацию, что это тоже не предел, потому что это горизонт планирования. Как только мы приступили к Транснету и Транснет стал принимать уже, скажем так, осознанные и понятные очертания, контуры, открылась следующая сеть, Юнет. И здесь как раз, друзья, когда мы говорим о мобильности 7.0, мы четко понимаем, что это такое. У нас это дорожная карта. А сегодняшние, так называемые, как мы их сегодня прикалываем, футурологи, потому что мне сегодня, друзья, многие футурологические прогнозы читать просто смешно. Поэтому я сам до некоторого времени себя называл футурологом, потом мы с Алексеем переквалифицировали, что мы все-таки больше ученики, мы последователи футурологической школы, которую создал Юницкий. А Юницкого назвать футурологом, это тоже не поворачивается язык, потому что он инженер, и он 40 лет назад описал ОТС. Он показал принцип, он показал механизм создания, и сегодня он создает Транснет, многие которые даже не могут представить, что это такое. Поэтому, друзья, это больше можно назвать не футурологической школой, хотя, конечно, то, что мы описываем, для многих это просто фантастика. Но, друзья, так же, как фантастика, 20 лет назад был Скайп, Мирополис, Ютуб и так далее. А 30 лет назад это даже нельзя было предположить. Сегодня это наша повседневность. Точно так же и Транснет, и мгновенное перемещение, и в своих тапочках к этому сайту не имеют. Так, что тут, так сказать, представитель, ответчика по поводу сайта, я сам в интернете, международная группа УКС, вы сказали, что никакого отношения к этому сайту я ни с кем не имею. Не знаю, что тут имеется в виду, ну, Влад, конечно, тролль, так сказать, ну, а что, вот, Александр, вот мы сейчас пишем, что вот какой-то, ну, а что этот дебил еще может сейчас написать? Он сейчас может написать, что Юнибайк не едет, высокоскоростную не построим, как он лайнер написал, что показывают какие-то там эти самые, ну, тут Андрей, Андрея сейчас у нас нету, которых выкидывает, а я это самое, Юни оказался в пирамиде. в пирамиде. Так, давайте я эту приборку удалю сейчас. Ладно, друзья, давайте не это самое. Опять же, а что еще эти неудачники, как я их называю, у нас еще один там он неудачник крутится, узлов, который там в суд подает, то на компанию, то на Юницкого, то на меня уже на вебинары там, и то умудрился там в суд какой-то подать, где-то я в чем-то его обидел, назвал, что он там жулик и вор, в свое время там выкинул Юницкого, там подделал документы и так далее. Ну, друзья, это удел всех этих неудачников. Это удел всех вот этих шавок, которые сами не могут осознать ничего, но из-за своего самомнения могут, они не могут признать, что Юницкий это Леонардо да Винчи нашего времени. Они не могут признать, что рядом с ними находится человек, который меняет ход цивилизации. Они не могут, почему? У них мозгов на это нет. А другие, друзья, то есть другой пример, что есть мозги, но зависть не позволяет это оценить. Зависть не позволяет сегодня подключиться и быть соратниками или соработниками этого процесса. Я много раз говорил там многим, кто сегодня выступает, я говорю, друзья, да вы бы вашу бы энергию, да в мирное бы русло, так мы бы быстрее это строили, быстрее это делали. Понимаете, так сказать. Поэтому, друзья, здесь и сейчас, когда пытаются как бы вывести, что Юницкий никакого отношения не имеет к Skyway, RSV и так далее, это краудинвестинговые системы, которые, может быть, Юницкий не имеет никакого отношения к компаниям, которые занимаются краудинвестингом, зато эти компании инвестируют сегодня в технологию Юницкого, и мы понимаем, что сегодня общий успех зависит от капитализации этой интеллектуальной собственности, которую Юницкий вкладывает в развитие. Поэтому, друзья, это все, знаете, это все удел убогих, я могу сказать. А у меня для них, для всех, это неудачники. Поэтому, друзья, этим неудачникам... Так. Друзья, можно я тогда чуть-чуть, это самое, сейчас я тогда этого Влада права выключу, чтобы он больше не писал. То есть это, к сожалению, надо проделать определенную процедуру. Все, больше этот Влад, нас не побеспокоит. Так что, просто он разошелся, я прям смотрю так все. Троли будут... Абсолютно, Вячеслав, правильно. Здесь я особенно, когда у нас был строй Skyway, спасай планету, они запустили такой, тролль Skyway, спасай планету. Поэтому, друзья, что могут еще делать эти тролли, я говорю, еще раз, это их удел. И удел неудачникам. А наш, друзья, с вами, удел это делать, это создавать, это двигаться, брать на себя ответственность и спорить с Вячеславом. Коль я, который говорит, в декабре не запустите обороты, мы говорим, что Вячеслав, шанс был, сейчас говорю, что, да, к сожалению, в декабре не запустили, сейчас у нас Юницкий ставит сроки май-июнь, успеем, не успеем, тоже не могу сказать, стараемся, тестирование идет, работа идет, поэтому, так же, как и Юницкий со своей технологической точки зрения, когда говорят, а что же вы так медленно делаете, а что же вы, хотелось быстрее, хотелось больше, хотелось сразу, и все. Ну, здесь, друзья, могу сказать, что за 4,5 года что сделали, то сделали, и лично мне, как участнику, как члену команды Юницкого, как тот, кто непосредственно это делает, мне не стыдно за каждый день, за каждую работу, за каждого человека, которого я рассказал про Skyway и пригласил, и вчера мы подписывали интересное соглашение между колесницей, которая будет, золотая колесница в Бразилии, там готовится встреча глав государства, мы как раз такую будем представлять там свой проект, который объединяет 5 государств Латинской Америки, я отчасти говорил уже об этом проекте, который соединит два, вот, и я когда там рассказал о тех планах, которые у нас есть, они говорят, ребята, нам даже не хочется рассказывать, какие планы у нас были до этого, мы хотим с вами сотрудничать, поэтому, друзья, мне не стыдно за ту информацию, которую я несу, и могу сказать, что господа тролли, давайте в юнибайке, в сауне или в джакузи на орбиту, давайте, давайте тролльте, давайте мы с вами будем это обсуждать, давайте делать, вы будете говорить, что это фантазеры, что это те люди, которые обманывают людей, которые пытаются затащить или людей сагитировать в абсолютно непонятный проект, давайте, друзья, обсуждайте, как вот эти дебилы из онлайнера, то, что других слов нету, когда я лично на них потратил полдня, и Юницкий день нас возил, показывал, и они потом написали, что показали какие-то картонные, картонные, ну, эти, подбежной состав, который через пару месяцев поехал на инотранс, и опоры, которые себя ничего не представляют, здесь, друзья, это выглядит так. Ну, все, Олег, я как раз это и прокомментировал, как бы, и сказал, это то, что нас сопровождают, совсем, как Юницкий говорит, друзья, совсем не обращать внимания это нельзя, потому что мы все живые люди, мы все со своими, как бы, определенными пониманием, значимостью, и когда к тебе подходят и говорят, что знаешь что, а ты вор, знаешь что, а ты жулик, а ты мошенник, и отмахнуться и сказать от этого не очень, как бы, приятно, тем более, когда Юницкий приходит на встречу с министром транспорта Индии, а там лежит Дель, это как он там, Дель, Нью Дели, газета, огромнейшая центральная газета, и на разворот статья, там, заказная, которая описывает, какой Юницкий мошенник, и почему он, как бы, обманывает. Нельзя на это не обращать внимания, но, друзья, здесь я могу сказать, что нам-то есть, что показать, там есть показать Юнибайки, который был, и занял, просто произвел фурор в Дубае, нам есть сегодня показать все, что было на предыдущем инотрансе, все, что будет на этом инотрансе 18-го года, когда мы будем показывать и реально уже машины со скоростью 1250 км в час и с энергетическими затратами, меньше литра на 100 км на одного пассажира, такого техники сегодня просто быть не может. Понимаете, друзья, есть что показать, а этим неудачникам или там, так сказать, убогим людям им нечего показать, кроме своих, так сказать, поэтому, друзья, давайте, это я специально сегодня подготовил такой, ну, скажем, полуфутуристический, чтобы вы понимали, что мы с вами и то, что мы сегодня делаем, это ведет в череде событий, они начались не вчера и даже не позавчера и не 4 года назад и не 18 лет назад, когда я подключился к этой школе, это началось намного раньше, Юницкий начал, как именно автор, теоретик и разработчик этой системы, она начал почти полвека и она там всю жизнь этим занимается, дальше это приходит какое-то воплощение, сегодня мы ведем и краудинвестинговую систему, которую мы с вами оформили в виде Skyway капитала, который ведет свою работу и добросовестно, я считаю, героически, несмотря на все препятствия, которые проходят, это и Skyway инвестгрупп Андрея Хавратова, который тоже работает, популяризирует, доносит, берет на себя все удары, там еще, так сказать, это команда RSV, систем, которая сегодня точно так же борется со всеми проблемами, которые возникают очень много, Юницкий, как именно инженер-разработчик, который решает новаторские задачи, которые сегодня сталкиваются и с проблемами непонимания, и с проблемами противодействия, и даже соратники, которые приходят вовнутрь, и то сегодня как человеческий фактор могут являться препятствиям. Друзья, это сегодня и объединяя уже с платформой блокчейн, которая сегодня использует те возможности, которые дает интернете новый горизонт и программирование, который также сегодня будет стать. так вот разошлись эти друзья. Переходите по ссылкам ваши данные. Ну вот что это, Андрею тогда... Так, Вячеслав, давай тогда на следующий вебинар, если у нас Андрея не будет, как сегодня, то надо все-таки, чтобы его можно было дублировать, чтобы все-таки чат нам, так сказать, это. А сейчас я не буду уже отключать чат, потому что я закончил наш сегодняшний вебинар, боевой листок как бизнеса, но, а эти все, я говорю, там, убожества и, так сказать, которые... Ну вот видите, этот разошелся уже просто блокирует. Так, давайте мы этого Александра сейчас отключим, чтобы он сильно не суетился. Вот, обычно это делает у нас, я говорю, Андрей, вот, поэтому... Но, друзья, опять же, для тех, кто... У меня это сегодня даже не вызывает никаких отрицательных эмоций, потому что все, кто смотрит и все, кто понимает, они видят, что кто это люди, какие их цели и понимаете, что на том фоне, которые... Те цели и задачи, которые мы с вами обсуждаем и те цели и задачи, которые мы с вами решаем, они как бы начинают... вот такие вот вещи устраивать. Поэтому это, друзья, еще раз повторимся, это их удел. А, ну, это Вика, это такая же Вика, как и этот Влад и так далее, и так далее. Вячеслав, это... Ну, обычно... Так, что в одном из... Где будет для него трасса? В сентябре, после выставки, где будет для него трасса? Все, друзья, все узнаете в свое время и в свое место. Поэтому здесь, видите, мы перестали с Алексеем делать вебинары для новичков, потому что в основное количество, которое здесь собирается, это все-таки люди, которые уже в проекте и несут информацию о проекте. Поэтому мы сейчас, конечно, ориентируемся в основном на эти вебинары вот наши по средам. Это вебинары для единомышленников, вебинары для тех, кто уже активно идет с нами и для того, чтобы вы понимали суть развития проекта, понимали то, что, как и происходит и куда мы будем двигаться. Поэтому, друзья, здесь как бы именно сбор тех, кто работает в Skyway, а сейчас уже в Транснете, а следующие, друзья, это те, кто еще и отважится и наберется в себе мужества и двигаться еще дальше и уже входить в Юнет, уже говорить о том, что мы работаем и над созданием Spaceway. Это, друзья, конечно, очень непростой и проект. И дальше, а имеет ли он за собой горизонты? Нет, друзья. Другое дело, что надо очень твердо стоять на Земле, надо понимать, что является задачей сегодняшнего дня, но, друзья, нельзя, развивая такого уровня проект, такого уровня технологии, ограничиваться только проблемами сегодняшнего дня. Поэтому, естественно, разработка, то, что возникает, там, потребность сначала в Юнибайке, в Юнибусе, потом возникло направление Юникон, то есть это перевозка контейнеров, то есть то, что сегодня. Мы говорили, что сегодня уже практически завершена и уже готовится к прилетным испытаниям это уже наши дроны, которые будут в автоматическом режиме строить опоры в труднодоступных местах. Это, друзья, все то, что ведется и это текущая работа. Но, есть и понятие перспективы, есть и то, что мы ставим как горизонт целей и сегодня, друзья, я могу сказать, что задача, которую решаем, она была непростой, будет непростой, но вместе мы выполним эту задачу и строй Skyway, спасай планету. мы можем сказать, что Technology Unites это такая же наша задача, как и промежуточные, как и остальные. Поэтому, друзья, давайте в конце я могу сказать, что можно пожелать, чтобы у нас Алексей не до конца не расхворался, а в следующей неделе был в строю. Давайте пожелаем действительно сегодня удачи и успехов и здоровья инженеру Юницкому, потому что, друзья, в том сообществе, которое сегодня далеко перешагнуло за миллион человек по всей планете, конечно, он является ключевой фигурой, он является ключевой движущей силой и дай Бог ему здоровья, чтобы мы с вами увидели очертания, реализацию тех планов и задач, которые сегодня есть. Что-то мне подсказывает, когда мы подойдем к реализации через 10, 15, 20 лет к тем задачам, которые сегодня ставим, у нас откроются следующие горизонты и задачи. Поэтому здесь, друзья, все, кто в Skyway еще такая маленькая, пытаются опять активные там наши недоброжелательные поссорить там или сказать, что есть какие-то противоречия между РСВ, Skyway Capital, SWIG, там еще что-нибудь. Друзья, какие могут быть противоречия между теми, кто делает одно дело и строит Skyway и Transnet и всю душу и всю энергию вкладывает в эту работу? Нет, друзья, мы все с вами делаем одно дело с разных сторон. У кого-то получается одно, кто-то делает акцент на другом, но наша задача, друзья, это Skyway, это Transnet, а дальше уже это UNED и, соответственно, Technologies United. Поэтому нет никаких у нас непротиворечий и все, кто говорят, что ваша поддерживаете или играете или вы в какую-то политику или какие-то национальные там особенности. нет, друзья, мы интернациональная компания, у нас нет никаких ни национальностей, ни расовых предосудов, ни вероисповедания, друзья, у нас все одно, это Technologies Unites, потому что все, кто над этим стремятся, все, кто хотят изменить и улучшить нашу жизнь, а мы все-таки живем в цивилизованном мире, то есть то, что определяется цивилизация, в новых инвестпроектах токены уже будут, да, абсолютно верно, то есть мы, поэтому единственное направление, которое есть сегодня, это цивилизационным путем решать те проблемы и то, что нам создала проблемы техногенная цивилизация, может изменить только экогенная цивилизация, то, что мы с вами сегодня, и чтобы дальше развитие шло не на уничтожение средиопитания, то есть окружающего мира, а только на его процветание. Вот это, друзья, мы с вами как раз и делаем, и это шаг за шагом, не сразу, но это то, что реально, друзья, у нас сегодня уже, так, тут Юра Сибиряков судов признан банкротом, спросите у него, нашел лохов денег, одолжил и кинул. Юра, спасибо, что напомнил, и спасибо, так сказать, что, сказал, что есть суды, которые действительно сегодня по липовым обязательствам выносят какие-то решения. Ну что, друзья, мир сложная вещь, сложная, так сказать, поэтому это говорит о том, что сегодня мир непростой, и вспомните уголовные дела на Юницкого, которые заводились в Литве, и те противостояния, которые идут на каждого члена команды, которые сегодня есть, это, друзья, абсолютно закономерная вещь, и это абсолютно то, что сегодня будут вытаскивать, поднимать, указывать, поэтому, друзья, то ли еще увидите, и то непростое дело, которое мы делаем, противостояние будет усиливаться, и, друзья, каждый, соответственно, как бы, будет про себя принимать решение. Когда говорят, что Юницкий сегодня мошенник и обманывает людей, или Сибиряков сегодня, или Суходоев вешают лапшу, друзья, каждый принимает это решение сам. Слушайте, вы все умные люди, все разумные люди, и вы, если в чем-то сомневаетесь, если у вас какие-то сомнения, друзья, не принимайте никаких решений, не поддерживайте, не ходите. Я вам про себя могу сказать. Я в свое время не поверил в то, что биткоин, это перспективное направление и что вложенные деньги не потеряны. Сейчас сказать, что жалею я этого или нет, могу сказать, что у меня альтернатива этому то, что я в свое время поверил и работаю в Skyway. Поэтому для меня это вполне понятно. Так что давайте, друзья, на этом будем заканчивать. В следующий раз я еще раз говорю, мы будем скорее всего в Абудаби или в Дубае. Вот именно по переговорам уже с нашими финансовыми консультантами по развитию платформы блокчейн. Соответственно, получится, не получится сделать репортаж или следите за новостями, посмотрим. Если отменим, то значит дальше обязательно по новостям все соответственно наверстаем. Поэтому, друзья, поздравляю вас всех с очередным завершением этапа именно развития проекта Skyway с тем, что мы переходим на очередной этап, о том, что приближается Экофест, о том, что мы с вами все вместе встретимся, пообщаемся, подведем итоги, мы перед вами отчитаемся, вы в той или иной мере примите или не примите наш отчет именно проделанной работы, наметим перспективы на будущее и будем, друзья, строить Skyway, Transnet и Unet дальше. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, давайте, всего доброго, строй Skyway, спасай планету, Technology, Unet. Все, раз, Субтитры создавал DimaTorzok